Сделано в Вятке Сегодня мы непосредственно подходим к тому переломному моменту, связанному с Октябрьской революцией. В прошлой передаче мы говорили о том, какая ситуация сложилась во время Первой Русской революции, Февральской революции. Мы рассказывали о том, что действительно эти течения затронули и купеческую среду, и представители купеческих семей действительно стали пропагандистами тех новых идей, которые уже были реализованы после Октябрьской революции. И вот Октябрьская революция, безусловно, такой важный, драматичный период истории вятского предпринимательства. Мне прежде всего хотелось сказать, что очень, наверное, символично, что наша последняя завершающая передача, посвященная истории предпринимательства, проходит во всемирную неделю предпринимательства. С 16 по 24, да, мероприятия по этой неделе проходили в городе Кирове. Я был на открытии, и приятно было услышать, что есть отклики на нашу передачу. И сегодня действительно мы подведем такие небольшие итоги, наверное, еще об общих уроках, скажем, связанных с нашим богатым наследием предпринимательским, историческим. А что касается 1917 года, то действительно, мы с вами в прошлый раз говорили, что некоторые предприниматели, в основном выходцы из молодых предпринимательских купеческих семей, вроде бы и поддержали революционное движение. Но в то же время, после установления советской власти, в вятке советская власть была установлена в декабре 1917 года, бывшие купеческие и дети купеческие, и главы семей, собственно говоря, сразу же попали под маховик репрессий. У нас сохранились очень уникальные воспоминания Александра Александровича Прозорова. Он выходец из той знаменитой династии купеческой, о которой мы с вами тоже говорили. И Александр Александрович, в свои воспоминания он писал в 20-е годы, работая в библиотеке Герцена. Он оставил как раз свидетельство того, что переживала вятка, переживал предпринимательский купеческий мир в первые годы революции. И он рассказывает о самом себе. Он рассказывает о том, что в 1918 году, прямо вот с начала года, у него стали проводиться обыски на квартире, в его усадьбе, в его доме. Пишет, что непонятно, что искали. А давайте обозначим адрес места. Он жил на улице Преображенской. На улице Преображенской его дом сохранился. Правда, он сейчас перестроен, как и многие дореволюционные постройки, которые были одно-двухэтажные. Ну, уплотняли, вот, и квартир не хватало. Настраивали там третий, четвертый этаж. И в одном из этих домов, ну, сейчас вот точного адреса я вам не скажу, но поверьте мне на слово, что этот дом стоит. И он пишет о том, что проводились обыски, приходили непонятные люди с ружьями. И, ну, забирали, забирали, прежде всего, продукты питания. Сахар, плитку шоколада. Причем, если продукты питания забирали по описи, то ценные вещи, например, вот, после одного из обыска у Александра Александровича Прозорова, исчезли два золотых кольца. Никак не задокументировано, да? Да, вот эти ценности никак не были документированы. Причем, ну, Прозоров, веря, в общем-то, в доброе намерение новых властей, приходил в ЧК, вот, и, ну, просил кольца вернуть. Вот, и, в общем, эти предметы так и не были обнаружены. Ну, и дальше, вот, Александр Александрович пишет, что после обыска последовало выселение, вот, его... А что говорили, что пришли, мы сейчас вас будем обыскивать. Для чего? Зачем? Ну, в воспоминаниях вот таких деталей нет, просто пришли люди с ружьями, сказали, что обыск, вот, и, ну, человек просто вынужден был подчиниться, да, подчиниться, вот, и... Ну, в то же время Прозоров чувствовал, что, ну, это какой-то явно произвол, пытался выразить свое несогласие, вот, ходил в чрезвычайку, ну, что есть, то есть, чрезвычайную комиссию, вот, и пытался как-то, ну, навести порядок, но ничего из этого, в общем-то, не получилось. Ну, в конечном итоге, вот, его выселили из дома, поселили в какую-то коммунальную квартиру, а потом, потом... А этот дом, что там разместилось? Для каких нуж? А там разместились... Тоже какие-то органы власти какие-то, да, новые? Нет, органы власти, а в его доме разместились квартиры, ну, прибыли ведь революционеры из других регионов, из западных областей, были здесь латышские стрелки, например. Им нужно было где-то обосноваться. И, понятное дело, что нужно было где-то жить, вот, и уплотняли, уплотняли, вот, за счет, как раз, представителей, ну, как тогда говорили, буржуазного элемента. И вот в один прекрасный момент Александра Александровича Прозорова вообще арестовали и увезли в тюрьму, которая на берегу реки. Там, где сейчас находится следственный изолятор, вот это старое здание тюремное, оно было построено еще в 30-е годы 19-го века, и вот именно там три месяца находился Александр Александрович. Причем он пишет, что ему не предъявлялись, ну, совершенно никакие обвинения, да, и он несколько раз спрашивал, а за что его держат. Не велись никакие следственные действия, просто он был арестован, вот, причем Прозорова, как и других, значит, арестованных в камере, он обнаружил, ну, и другие. Да, 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 да. Не предъявлено никаких обвинений, вот, а Прозорову объясняют, скажи спасибо, что тебя отпускают, мы тебя держали как заложника, вот, ну, то есть были вот такие вот аресты, купцов, да, держали как заложника. А на тот период шла гражданская война, и, видно, части белой армии, ну, когда приближались к территории Ревятской губернии, ну, и просто-напросто, вот, брали генное количество населения в заложники, вот, и запросто могли расстрелять. А на тот момент... Причем Александр Александрович очень интересно вспоминает, что морально очень тяжело было сидеть в тюрьме, потому что все время слышались звуки выстрелов. Вполне возможно, что по внутреннему дворе тюрьмы производились... Расстреливали, да? Да, расстреливали. А на тот момент у Александра Александровича какое-то, что называется, хозяйство было, то есть он был владельцем чего? Ну, Александр Александрович был выходцем из купеческого сословия, ну, сам он был типичным интеллигентом, вот, он не занимался предпринимательской деятельностью, вот, но в то же время была возможность у него приобретать купеческие свидетельства, ну, то есть он был неторгующим купцом. Но при этом жил, видимо, семейный капитал какой-то, да? Был определенный капитал семейный, вот, у него очень интересная судьба, он родился в городе Орлове, вот, и затем учился в Вятской мужской гимназии, закончил Казанский университет, стал юристом, и после окончания Казанского университета в конце 70-х годов, еще 19-го века, прибыл в Вятку и работал присяжным поверенным. Ну, был адвокатом, был адвокатом в окружном суде, вот, ну, впоследствии он избирался гласным, ну, или, как бы мы сейчас сказали, депутатом, да, городской думы, вот, и он был очень активным человеком, он занимался устройством спектаклей в Вятке, привозил сюда артистов, вот, вот, и брал в аренду городские парки, ну, например, детский парк Аполло, вот, он стал возрождаться именно при Александре Александровиче Прозорье, раньше это был губернаторский сад, губернаторский сад, и затем, после того, когда губернаторы сменили место своего жительства, переехали на улицу Владимирскую, вот, это современная улица Карла Маркса, 84, в бывшем губернаторском доме стал располагаться окружный суд, вот, ну, и сад, вот, замечательный сад, где гулял в свое время Жуковский, там, и, там, Александр первый, в более раннее время, когда приезжал в Вятку, да, в 1724 году, вот, этот сад стал умирать, и Александр Александрович Прозоров устроил там летнюю сцену, и, ну, это тоже, в общем-то, была своего рода предпринимательская деятельность, понятно, что там небесплатно можно было пользоваться, там, и теми зонами отдыха, да, которые существовали, вот, были и качели, и карусели, и спектакли устраивались, вот, и Александр Александрович был человеком очень-очень известным, он общался, общался с детьми Якова Алексеевича Прозорова, того знаменитого Вятского купца Прозорова, вот, в частности, с Алексеем Яковлевичем Прозоровым, который жил в Петербурге, вот, и, вот, в первые годы советской власти, таким образом, судьба у Александра Александровича сложилась, ну, и, тем не менее, вы знаете, вот, просто удивительное дело, на страницах немуаров Александра Александровича нет никакой злости на ловую власть. Он просто описывает то, что происходило. Он просто описывает те события, которые происходили, причем он пишет, что он в политике совершенно не разбирался, и когда ему задавались какие-то вопросы, он ничего не понимал, да, и он говорил какие-то общие фразы, это еще больше, в общем-то, раздражало, там... Тех, кто с ним разговаривал. Да, тех, кто с ним разговаривал. Ну, вот такая вот очень интересная судьба. Ну, и в дальнейшем ему все-таки, ну, будучи интеллигентом, ему удалось вот устроиться на работу в библиотеку Герцена. Он сдал часть своей библиотеки, а это были театральные пьесы, юридическая литература, библиотеку, тогда вятскую публичную библиотеку, но уже имени Александра Ивановича Герцена свое имя библиотека получила сразу после февральской революции, да, вот, и был заведующим отделом. Но в то же время, где-то в середине 20-х годов, по идеологическим соображениям, его из библиотеки уволили. Ну, понятно, что это шло. Как выходцы из буржуазии. Да, да, как бывший буржуазный такой вот класс, да, бывший буржуазный элемент. Понятно, что это шло от властей, и умирает Александр Александрович Вятки в 1927 году. Ну, были и другие примеры. Ну, вот, жители нашего города знают такой магазин, который до сих пор носит имя вятского купца, это магазин «Кардаковский». Вот, и владелец этого магазина, Иван Семенович Кордаков, подался, по некоторым сведениям, в Белую армию, значит, воевал у Колчака. И, ну, тоже, от меня этих документов не сохранилось, очень сложно давать какую-то достоверную информацию, но вот по некоторым воспоминаниям известно, что он погиб под Омском. Были и другие судьбы, ну, например, вот в городе Елабуге была очень известна кубеческая семья, это семья купцов Стахеевых. Стахеевых, торговцев хлебом, нефтью, ну, купцы эти были известны вообще на территории всего и северо-востока, и северо-запада России. И один из представителей этой династии, Григорий Иванович Стахеев, вместе со своей семьей бежал после того, когда была установлена новая власть, бежал на восток, и мыслимыми и немыслимыми путями ему удалось через, по-моему, Владивосток пробраться в Харьбин. То есть он попал в Маньчжурию, вот, и свою жизнь он закончил в 1943 году, и вот все это время проживал в Харьбине. И, ну, тоже сохранилась вот переписка Григория Ивановича Стахеева со своими родственниками, и в этой переписке, ну, говорится о том, что семья Стахеева, очень богатого купца обедствовала, вот, семья жила на то, что супруга Григория Ивановича занималась вязанием, вот, и, ну, соответственно, продавали то, что, собственно говоря, сами производили. Ну, жили-жили очень-очень непросто. Сейчас родственники Стахеевых живут в Австралии. В Австралии, и недавно наши елабужские коллеги издали книжку, посвященную династии Стахеевых, с фотографиями, и тех Стахеевых, которые жили в древолюционный период, и с фотографиями нынешних потомков. Потомки носят по-прежнему фамилию Стахеева? Потомки носят русские имена, вот, ну, причем, ну, не все, как я понимаю, разговаривают на родном историческом своем языке, но в то же время... Сохраняются, сохраняются имена, причем в купеческих семьях ведь имена очень часто повторялись, это вот тоже была какая-то традиция. Ну, тех же Прозоровых, если взять, там, Яков Александрович, Алексей Яковлевич, взять Клобуковых тоже, Павел Петрович, Петр Павлович, ну, и так вот, из поколения в поколение. И вот эта традиция даже сейчас поддерживается. Кстати, у нас в городе живут и потомки купцов Кардаковых, вот, Наталья Линишна Кардакова, врач, вот, очень уникальный, удивительный человек. Она лет 10 тому назад написала очень интересные воспоминания, вот, о своем отце. Отец у нее был, вот, не владелец Кардаковского магазина, а брат владельца, Илья Семенович Кардаков, он жил в Котельническом уезде, ну, и тоже был подвергнут репрессиям. Выпнали из дома, семья скиталась по крестьянским домам, вот, и, конечно, очень много потерпелось, вот, хотя, ну, те же Кардаковы, они были выходцами из крестьянского сословия, да, вот, и прославляли вятку изготовлением геркулеса, толокна, вот, и... То есть, самых излюбленных блюд, да, блюд, вот, особенно того периода, вот, и, вот, ну, так вот печально все сложилось. А Наталья Линишна, она сейчас у нас постоянно участвует в научных конференциях, вот, и очень милый, добрый, открытый человек, вот, у нас в библиотеке Герцена работает в центре геноведения, и недавно Наталья Линишна принесла свои семейные альбомы с очень интересными фотографиями, ну, в частности, на этих фотографиях запечатлено 1905 год, вот, какие события здесь происходили, вот, и вот сейчас у нас сотрудники работают, вот, как раз с этим альбомом, и, я думаю, в скором времени появятся интересные публикации. Знаете, вот еще очень интересный такой момент, просто я сразу уже, чтобы не сбиться с мысли, вот, ведь население в советский период очень по-доброму относилось к купцам. Вот, взять пример того же Тихона Филипповича Булучева, несмотря на то, что это был богач, там, владелец пароходов, ну, понятно, что в первые годы советской власти он лишился всего, и получил тоже бедное существование, и местное население, ну, с какой-то добротой и жалостью... В память о том, да, что он делал, да, помогали, чем могли Тихону Филипповичу, он в остатке своих дней доживал у своего рабочего, вот, в очень, ну, таких, условиях скромных, вот, где-то приходилось и голодом сидеть, да, и умер тоже в конце 20-х годов, но вот это время надо было, конечно, пережить. И вот местное население к Булучеву относилось очень по-доброму, ну, это тоже, в общем-то, показатель того, что, ну, нельзя на купцов смотреть, вот, ну, с той позиции, что, ну, это какие-то эксплуататоры, капиталисты, да, которые не заботились ни о ком, да, вот, ну, это было совсем по-другому, это были совсем другие люди, особенно вот в начале 20-го века. Вот как раз я хотел спросить о тех объектах, о том имуществе, там, производствах, магазинах, лавках, которыми владели предприниматели, как проходило вот это все национализирование, да, национализация, вернее, как этого всего? Ну, проходило, просто-напросто проходилось выселение, вот, причем, ну, выселяли ведь без всякого имущества, не оставляли ничего, даже одежду, в общем-то, реквизировали, да, вот. Вот, и, ну, все это сразу же передавалось либо для того, чтобы в зданиях размещались органы власти, да, органы власти, да, органы власти, либо под квартиры. Ну, конечно, население Вятки в годы гражданской войны несколько стало увеличиваться, потому что приезжали еще из западных областей, катастрофически не хватало жилых помещений. Ну, Вятка была небольшим городом, вот, и дома были небольшие, невысокие, поэтому вот эти бывшие все, ну, дома, они передавались прежде всего под нужды жилых. Я знаю, да, там, многие вот исторические здания в 20-е, 30-е годы, там, были планы по увеличению их этажности, как раз-таки, да, чтобы увеличить жилую площадь. Да, ну, у нас дом Александра Александровича Прозорова, он и был таким образом увеличен, да, и многие дома, вот, которые мы считаем старинными, ну, действительно, там, фундамент, первый этаж, вот, старинный, а в Мезонину уже нет. Хотя, смотришь вот на старые фотографии, там, дом с Мезониной, ну, такие дома были очень распространены, у нас застраивали просто-напросто, вот, и эти все дома, ну, практически все каменные дома, которые стоят в центральной части города, они принадлежали крупным домогладельцам, вот, в том числе и представителям, вот, и вятского купечества, вот, и, ну, таким образом, таким образом, реквизировались ведь еще и, там, фабрики, заводы. Да. И вот, ну, в советские годы была известна, ну, сейчас, по-моему, действует Мурыгинская бумажная фабрика, да, это была тоже ведь... Ныне, Эликон. Эликон, да, вот это тоже, это ведь тоже была бумажная фабрика купеческая, владельцами были купцы-машковцы, ну, затем, когда машковцы разорились, эту фабрику бумажную купил московский купец Кувшинов, Косинская бумажная фабрика, это фабрика купцов-рязанцев, да, ну, то есть производственные помещения, они, вот, продолжали действовать. Вахрушевские заводы, да, тоже ведь, вот, это самое, вот, после советской власти Вахрушевы бежали, вот, бежали некоторые за границу. То есть, люди, рабочие продолжали, они, там, трудятся те же самые, но просто уже хозяева, что называется, были другие. Да, 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 восстанавливалась советская власть, предприятия становились государственными, вот, ну, больше имущество, в общем-то, купеческое, оно принадлежало уже государству. Давайте прервем сейчас на небольшую паузу, я напомню, что это программа, сделанная в Вятке, и мы беседуем с Михаилом Судовиковым, директором Кировского областного кривического музея. Продолжается программа, сделанная в Вятке, гость студии Михаил Судовиков, директор Кировского областного кривического музея, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Вятского государственного гуманитарного университета. Я напомню, мы говорим о вятских предпринимателях в эпоху Октябрьской революции. Вы знаете, Михаил Сергеевич, я хотел спросить, а были ли случаи, когда представители купеческих семей разделяли эти новые ценности, сотрудничали активно с новыми властями и как-то стали полноценными членами этой новой системы? Есть такие примеры? И там, никоим образом не пострадали новых властей? Или пострадали абсолютно все? Пострадали абсолютно все, но потом понятно, что времена менялись, и вот уже купеческие дети, они, ну, входили в новую жизнь. И вот случай с Натальей Линичной, как таковой, да, то есть она закончила институт казанский, да, медицинский, вот, и многие купеческие дети, ну, конечно, наверное, скрывали свое происхождение, вот, потому что везде надо было заполнять анкету, вот, но в то же время новые власти ведь и понимали, что образованные люди, да, это, ну, это представители из богатых, да, там, слоев населения, которые могут себе образовывать, получить, да, получить образование, то есть, ну, тут смотрели, наверное, на какую-то и лояльность, да, по отношению к новой власти, Ну, у нас не было никаких, там, выступлений, заговоров, там, со стороны предпринимательских слоев населения против новой власти. Купцы приняли эту власть, приняли, конечно, ну, с тем, что вот 11 ноября 1917 года был издан декрет советской власти, да, о том, что сословная система перестает существовать, отменяли все сословные звания. Ну, пытались войти как-то в новую жизнь, и вот Александр Александрович Прозоров, ведь он ушел работать в Берцинку, да, и он много полезного сделал, описывал книжные фонды, вот, читал, наверное, лекции, и это... Но это все равно не самые простые времена для библиотеки, да, именно 20-е годы? Да, конечно, конечно, потому что в Дипятке приближался Колчак, и надо было спасать книжный фонд, то есть библиотеку пытались эвакуировать, вот, и, конечно, это было очень все непросто, но в то же время, вот, удивительное дело, скажем, вот, у нас в 1922 году, вот, тоже вот, время такое очень горячее, создаётся научно-исследовательский институт краеведения, который был академической структурой, да. На базе какого? На базе Вятского учительского института. Учительского института. Да, то есть, понимаете, тут вот стало появляться и что-то новое, вот, и в то же время, вот, ну, старое, понятно, это адмираловое. Людям из старой эпохи всё равно сложно было приспособиться к новым условиям, когда, ну, вот, все стали друг друга называть на «ты», вот, понимаете, тогда ведь, вот, интересная система поведения, да, вот, она совершенно стала другой, да, вот, когда все стали равны, это равенство, да, стали, да, стали понимать все по-разному, да, некоторые понимали, что сейчас всё можно, да, вот, и вот тут с точки зрения морали, наверное, очень сложно было ещё, да, ладно, что, ну, всё изъяли, это, конечно, огромная потеря, а вот ещё чисто морально, вписаться в новую жизнь. Крупнейшая переломная, конечно. Да, да, и я думаю, что вот приближается юбилей, столетие со времени Октябрьской революции, и как раз в ближайшее время, ну, будут даваться оценки, проводиться комплексные исследования вот этой темы. Ну, интересно посмотреть будет, как 1917 год проходил в Вятской губернии, я думаю, что впереди ещё много интересных, серьёзных исследований, и, ну, немало открытий. Вот те вопросы, которые мы с вами обсуждаем, возможно, в ближайшее время обрастут какими-то новыми фактами, сведениями, и мы ещё с вами скажем о предпринимателях, о купцах Вятского края. Если говорить об увековечении, поймите представителей купечества, что это в отношении делается? Ну, вот, интерес купечества возрождается, где-то вот начиная с перестройки, с конца 80-х годов, 20-го века, стали появляться публикации, и, ну, после вот такого научного осмысления вот этой проблемы, ну, действительно, как-то вот стало появляться много интересных и статей, и в средствах массовой информации, да, вот, и в нашем городе установлены мемориальные доски, ну, в частности, вот, на домах, которые принадлежали Якову Алексеевичу Прозорову, на его Красном замке, сейчас Ленина 104, потом, на доме со львами, это улица Московская, 33. Ну, некоторые регионы идут дальше, ну, вот, например, старинный вятский город Елабуга, который сейчас входит в состав республики Татарстан. Татарстан, да. Ну, вот там вот, напротив педагогического университета, сейчас этот университет вошел в Казанский федеральный университет, вот, установлен памятник Дмитрию Ивановичу Стахееву, выходец из рода Стахеевых, который стал крупным писателем, и его произведения пользовались большим спросом, они были читаемы в древолюционный период, вот, и его талант приравнивают, ну, где-то, вот, к таланту Лескова, он был бытописателем, вот, и издаются вот его труды, вот, и очень такие милые произведения, в том числе и на купеческую тематику, вот, если Александр Николаевич Островский в свое время писал о купечестве, как о, ну, каком-то темном царстве, да, вот, то Дмитрий Иванович Стахеев, который вот памятник восстановлен, писал о купечестве, как о прогрессивном слое населения, да, который приносит очень много пользы, который заботится, там, местным населением. А современному поколению, тем же предпринимателям, чем интересно вообще возрождение вот этой истории, углубление? Ну, надо знать исторический опыт, и из исторического опыта ведь можно многое черпать, прежде всего, ну, интересно, например, деловая культура, да, вот старого купечества, вот, в купеческой среде очень ценилась крепость слова, ну, далеко не все подписывалось, там, в договорах, да, ну, достаточно было купцу сказать, что вот я это сделаю, верили на слово, да, я это построю, и проблем с этим, как правило, не создавалось. Но если купец вдруг кого-то обманывал, то, в общем, он портил свою репутацию, и тут уже общество к нему соответственно относилось. Но больше все-таки был случай исполнения своих обещаний. Исполнения, исполнения своих обещаний, ну, действительно, если мы пройдем по старой части нашего города, куда бы мы ни посмотрели, мы везде видим купеческие следы, да, там, купеческий дом какой-то, да, вот, и у нас действительно были очень интересные предприниматели, талантливые люди, известные в рамках всей России, и тот же Ксенофонд Алексеевич Анфилатов, там, Яков Алексеевич Прозоров. И эти люди, они во многом были пионерами еще в предпринимательстве, да, там, тот же Анфилатов, да, и мне кажется, что тут можно подумать в дальнейшем, или в установке памятников наиболее выдающимся предпринимателям, тем более такого общероссийского звучания. Анфилатов вообще там создатель первого общественного банка, этого в России, да, стояло истоков российско-американских торговых отношений, то есть тут действительно фигура общероссийского масштаба. И город у нас растет, поэтому, если, скажем, имя Якова Алексеевича Прозорова будет увековечено в названии какой-то улицы, я думаю, что это будет очень хорошо, тем более, что в дореволюционный период, кстати, было принято решение городской думой о том, чтобы одну из улиц назвать улицей Прозоровской, ну, грянул, вот... А, кстати, где эта улица располагалась? Она не располагалась, просто было принято решение... Когда будет город разрастаться, застраиваться, будем иметь в виду. Да, да, ну, грянули вот лихие времена, первая русская революция, да, вот потом, там, первая мировая война, и эта идея, это мысль, это решение куда-то затеряется. А сами Прозоровы, кстати, как относились к этой идее? Поддерживали? Или, собственно, они выдвинули эту идею? Нет, 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 Прозоровы уже в Вятке в тот период не проживали, вот, сын Якова Алексеевича жил в Петербурге, вот, и, ну, это была инициатива общества, видя ту громадную пользу, которую Прозоровы оказывали, вот, городу, и, кстати, в тот период, когда жили в Петербурге, в 90-е годы 19 века в стране был неурожай, да, и выходцы из династии Прозоровых, они из Петербурга, они ссылали сюда и деньги, то есть продолжали заниматься благотворительностью, хотя на Вятке уже не жили, да, вот, и сын Якова Алексеевича, Алексея Яковлевич Прозоров, стал почётным гражданином города Вятки, как раз вот за свою широкую благотворительную деятельность, и Вятку никто, понятное дело, не забывал. Ну, понятно, что вот опыт таких людей надо изучать, известные громкие имена, вот, и историческая память, это великая вещь, да, она не даёт нам совершать ошибки, да, вот, и, ну, всегда интересно чувствовать вот ещё какую-то, знаете, опору, базу в виде там исторического наследия нашего богатого. А среди коллег-историков много тех, кто интересуется действительно этой темой и занимается изучением документов, продолжает заниматься? Много, много... Вы и сами продолжаете тоже? Да, да, вот у меня выходят и книжки, есть обобщающая работа по истории верстокопечества, и сейчас я готовлю второе издание, и меня часто приглашают ещё в качестве оппонента в разные диссертационные советы по защитам, вот, тем, по истории благотворительности, меценатства, вот, защиты, защиты проходят и в Казани, и в Уфе, и в Екатеринбурге, и в Ярославле, вот, и к этой теме очень-очень большой интерес, и в последнее время много вот появляется новых тем, связанных ещё с повседневной историей, да, вот, нисколько даже с предпринимательской деятельностью, тут уже много очень крупных исследований, и вышли академические издания, например, двухтомник там по истории российского предпринимательства, очень солидные издания, где, кстати, обобщён опыт и вязких предпринимателей, что тоже, в общем, будет во многом символично и правильно. Вот, так что изучение продолжается, и у нас богатейшие архивы, поэтому я думаю, что впереди ещё много будет интересных тем, интересных открытий. Дома, где жили купцы, они все находятся, да, на каком-то особом счету, под охраной? Ну, как правило, это всё памятники регионального значения, вот, и к этим домам очень бережно относятся, вот, не очень давно, например, был реставрирован дом Иуды Калошина, да, и там открыли музей, вот, там дом, в центрах МФЦ, да, по-моему. Расчёт на информационных центрах. Да, расчёт на информационных центрах, совсем недавно было открытие. Это усадьба купцов в Калошинах, очень известных купцов, и Антон Касанов, да, историк. Проекты, да, крышком повятки, да, историк, организовал там интересную выставку, и я думаю, что это всё тоже идёт на пользу. Спасибо, завершается наша передача, и спасибо, кстати, нашему партнёру, компании «Вятич», которая продолжает радовать нас всевозможными новостями. Вот очередная новость о том, что недавно компания приняла участие в наиболее важнейшей в мире выставке оборудования для производства напитков. Выставка эта прошла в Германии, в Мюрдберге, делегация завода «Вятич» там побывала, ставка на выставке делась на инновационное оборудование. Вот это даёт основание полагать, что продукция завода будет ещё лучше, ещё вкуснее. Спасибо нашему партнёру. И спасибо Михаилу Судовикову, директору Кировского областного Кривического музея, доктора исторических наук, профессору кафедры отечественной истории Вятского государственного гуманитарного университета. Очень надеюсь, и наши слушатели надеются, что это далеко не последняя наша встреча. Всего доброго. Всего доброго, спасибо.